начинаем наш урок урок понедельник главе тор и памят бар пустыня так переводят наши мудрецы начинаем главу бэвид бар и говорил бог обращаясь к маша в пустыне сенай шатре откровения в первый день второго месяца во второй год после исхода их из страны египетской то есть прошел вот мы вышли и еще две недели прошло то есть получается если мы вышли в ночь на 15 ниссана то через 15 или 14 дней наступил уже месяц и я и вот 1 яра всевышний обратился ваши производите исчисление всего общества сынов израиля по семействам их по очень домам их количеством имен всех мужчин поголовно наши мудрецы говорят что после того как мы согрешили золотым тельцом там был разговор о шекелях что по пол шекеля должен каждый сдать человек израиле так дает каждый год это служит в основном деньги для приобретения животных для храма и тогда после золотой лица был первый пересчет когда мы сами считали и тогда было общее количество известно 603 тысячи пятьсот пятьдесят торе об этом не сказано это наши мудрецы говорят то устная тора а сейчас всевышний обращается маше чтобы пересчитали поголовно поименно по коленам в общем полный разбор мы должны посчитать и наши мудрецы говорят на самом деле это уже был третий пересчет пересчитали мы сынов израиля когда мы входили в египет написано что семья якова пришла было 70 человек потом сам все вышли сказал что нас около 600 тысяч пеших мужчин вышедших из египта это сразу после выхода а после этого из устной традиции мы говорим что общее количество почитали и теперь считаем вот по колену еще будет у нас пересчет на последней стоянке там где мы будем находиться в шитиме это написано и масса и что расположились от беда и шимота доверь доверь хашитима в степях мама вот здесь мы пересчитываем против всевышнего народ и тогда нас будет 600 до 1730 получается 5 пересчетов от 20 лет и старше всех поступающих войска в израиле их ищите и по ополчению их три горо из устной торы мы знаем что с двадцати до шестидесяти лет да и есть намек прошлой главе биху катай когда всевышний говорит что если вам нужно помолиться человека то мужчина в возрасте от 20 до 60 лет стоимость пятьдесят шекелей вот так а с вами будет по одному человеку из каждого колена главы очень домов своих и вот имена людей которые состоять будут при вас от колена риувена и ресурсы ржд ура от колена от шимона шлумель сен цурешадая от колена и гуды накшом цена минадала от колена исахара нетанель ценцуара от колена збулуна или авсен хейлона от сынов йосифа от колена ефраима или шамасы на мигуда от колена миношек амрель сын дацура от колена бенямина а видан сингиданин от колена дана ахиазер сына мишадая от колена ашера по гельсин охрана от колена гада или ассов сын деуэля от колена ахтали ахирасы наинана это призванные из общества вожди отчих колен свои главы тысяч израиля они или посмотрим что он нам говорит наша устная тора что означает эти имена смотрим колена риувена элицур шинжды ура имя элицур символизировала что всемогущий явил снисхождение и простил грех риувена происшествие сбилой перешит 3522 как скала цур имя жди ур означало что риувен признался в своем проступке то есть как он признал это тоже его заслуга поэтому ресурсы шди ура колена риувена шлумиэль сын сурешадая это колено шимона хоть шлумиэль и был никем иным как земли из-за его греха погибли 24 тысячи евреев ашем перечислил его наравне с другими коленами ибо в то время он еще был праведником шлумиэль означает шалом кэль ашем не нарушая мира и спокойствия поставил его в один ряд с другими вождями сурешадай происходит основа сурск скала то есть нам это трудно понять это комментарий выше нашего понимания потому что написано в торе что умерли все кроме калева сына и фифуна и гошу сына ну на не осталось ни одного поэтому нам трудно понять такой комментарий что никто иной как земли сэнцалу что он остался в общем это сложно понять и ни одно это место говорит что трудно в это поверить но так это пишет трактатис анедрин 82b и хискуни то это все правильно просто нам не все всегда понятно или ассов сын деуэля это у нас колено это у нас колено гада лесов за то что люди колено гада согласились пойти по главе своих братьев при завоевании эрец и сраэль они благословлены были материальными благами кель ясов ашем прибавил их владениям дуэль это имя указывает на происшествие случившееся когда после завоевания эрец и сраэль люди колено гада вернулись наконец свой удел восток от эрдана они выполнили все свое предназначение они воевали в первых рядах это все мы знаем и он последствии будет называться эресов сын реуэля а в начале и в конце уже называется эресов сын деуэля почему меняется рэш на дарит я не знаю но есть у нас такие данные об этом теперь эрешама сына мигуда это никто иной как дедушка его шо сына ну на этом узнаем из книги еврей аэмим это описание первая книга и глава получает 7 26 стих написано что ами удал родила и шаму или шама родил нона но он родил его нашу мудрец еврея что это дедушка его же цену почему там стоит нон а здесь то ли нон мы не знаем так и мы лишь и мы без нам и куда указывала на праведное деяние йосифа основателя колена или шама ашем сказал йосиф послушал меня шама а не жену патифар амиут йосиф был со мной ими а я они с ней или ими а до его йосифа слава была со мной то есть он не пошел за женой патифар а вы стоял эти слова означает что гроб йосифа несли сразу за ковчегом то есть заслужил йосиф своим поступком камлиэль сын бдацура так это у нас колено не нашел кавлиэль йосиф сказал за мои дела бог возраградил меня гамаль кель чудесными дарами и доцур скала цур избавила меня лада из-за точения авидан сын гиддани это он с коленом беньями а видам означает что ради беньями на рахель испугалась и подумала умрет не только она но и младенец а в ад пропал погиб поэтому она назвала пен они сын скорби моей яков переименовал его беньями на намекая на то что тот доживет до преклонных лет я мим и кеда не намекает на благословение данное молодого беньями ну ягам что его потомки станут сильной и многочисленной армии тут и визе как переводится удивите армии строй ахи эзер ахи эзер означает что при сооружении мешкана ахаливау из колена дана стал помощником ахи брат пецалеля из колена ягуды эзер другое имя ягуды под которым он упоминается в дворим 33 7 и в тегилим амишадай означает что когда в колене дана появился великий шимшон дан судил народ столь же искусно как знаменитые судьи из колена ягуды шедан аму имя пагель бен охрана пагель сына храна это у нас из колена ашера указывает на то что когда жизнь кого-нибудь какого-нибудь человека из колена ашера подлежавшего смертной казе находилась руках царя охран происходит а слова акур обреченный дочь этого человека умоляла властителя о помиловании ибо пагель происходит это слово ле аф и а умолять обычно властитель даровал отцу помилование ради его дочери ибо дочери ашера славились своим очарованием многие из них стали женами царей и коэн ахера сына и на на это колено у нас нафтари имя хера указывала на удел нафтари в россии в котором произрастали быстро зреющие плоды ахера поля поля приносили плоды удовольствию владельца первая половина имени родственного слову аху поле вторая слову ра и означающему по-арамейски удовлетворение и нам указывать на то что земля в уделе нафтари обильно орошалась дождями и подземными источниками она облака носитель дождя накшон цвенами надава или на егуды накшон означает что когда сыны израиля достигли берега ямсуф то есть моря этот вождь был первым кто послушался повеление ашема и пошел вперед он прыгнул в огромные морские волны именно шон роста слову наш шоль волна аминадад означает что заодно его это деяние он достоин был стать вождем надев приводится как знатный кроме того его колено колено и гуды удостоилась последствий навсегда сделаться коленом царей нитан эль сенсуар а это у нас так это у нас колено и сахаром не тоннель он как и все люди из его колено посвятил свою жизнь изучению торы которую всемогущий дал на там маша шуар палмидей хакамим из колено и сахара мучили страданиями саар всего народа израиля ибо все евреи обычно искали у них совета при решении своих проблем колено мудрецов торы и сахар имя или а в бен хилл он это колено звула имя лял бен хилл он намекала на благословение которыми яков и маши одарили колено звула реал указывает на корабельные веса и кармин и весла это слово составлено из двух слов аланим дубы из дерева из дерева которых согласно их есть или 276 делают весла и веб папирус из которого делали быстроходные корабли йог 926 таким образом это имя намекает на благословение якова в котором было сказано что звулун будет жить на морском берегу и путешествует на судах хилл он происходит от слова холь песок это имя означает что колено звула на будет находить своих землях скрытые в песке сокровища как пророчество маше обудили звулуна в рецисраэль рим 33 19 ресурс инж де ура до имя ресурс символизировала что всемогущий явился схождение и простил грех риувена происшествие избилой это уже разбирали все мы все все колено разобрались так дальше и было так сейчас и все общество созвали не в первый день второго месяца и объявили они родословие свое по семействам своим по отчим домам своим количество имен двадцати лет и старше поголовно как бог повелел машет так и исчислил он их пустыне сина и было сыноврию гена первенцы Israel а по их родословию и семейные почвы нам их количество имен поголовно всех мужчин на 20 лет и старше всех по ступающих войско очистить колено риувена 46500 а слов sample shimon по бит разной и семейный почвам их и чистое количество имен поголов но всех мужчин на 20 лет и старше всех поступающих войско очистить колено шимона пятьдесят девять тысяч триста в конце когда мы будем на последней стоянке когда мы пересчитаем колено Шимона останется 22200 чуть ли в 3-3 меньше и наш замечательный комментатор Рабиш Ломайцеки и Раша говорит, что они были больше всех виноваты в том, что совершили грех в Шатиме поклонились Байл-Пиору поэтому все 24 тысячи погибших именно из колено Шимон из сынов Гады по их родствовью семейное пооч준ного имятся 20 лет и старше всех поступающих войск из шиштных колено Гада 45650 из 2.3 по их родствовью семейного пооч준ного имятся 20 лет и старше всех поступающих войска из шиштных колена Гады 74600 самое большое колено пока Гегуды в конечном итоге И уже Алайфенхас, Йосиф превзойдет его. Два колена Йосифа, коленами на шее Ефраима, будут больше. А из сынов и Сахара, по их родственному семейному, почту их, количество имен, 20 лет и старше, всех поступающих войск, очистить колена из Сахара, 54 тысячи четыреста. Из сынов и Зволуна, по их родственному семейному, почту их, количество имен, 20 лет и старше, всех поступающих войск, очистить колена из Сахара, 57 тысяч четыреста. То есть, если мы сложим 40 500 и 32 200, то будет меньше, чем у Ягоды, у него 74 600, он будет меньше. Из сыновей Бенимина, из сыновей Бенимина, по их расслову и семейному, больше, чем их, количество именов 20 лет и старше всех поступающих в войско и численность колена Бенимина 35 400, их станет больше, около 10 000 будет больше. Из сынов Дана, по их расслову и семейному, больше, чем их, количество именов 20 лет и старше всех поступающих в войско и численность колена Дана 62 700. То есть, наши мудрецы обращают на это внимание. У Дана был один сын, и у него от одного 62 700, а у Бенимина есть сыновей. И у него получилось всего лишь 35 400 человек. То есть, не всегда гарантированно, что если больше детей, больше потомцев. В данном случае Дан превзошел. Он был у него один, и был он глухой, за тем, что он убил Исава, когда он требовал отдать ему пещеру Махмела, которую он продал много лет назад. Когда ему было 15 лет, он продал все. Первого родства все продал-то. И он убил его Хушин, сын Дана. У него было большое потомство. И сынова Шера, по их рассловию семейным, починам их, количество именов 20 лет и старше всех поступающих в войск, ищицы колена Шера, 41 500. Сынов 2 по их рассловию семейным, по отчинам их, количество именов 20 лет и старше, всех поступающих в войск, ищицы колена Нафтали, 53 400. Вот те, кого исчисли Машея Гарон и вожди Израиля, 12 человек, каждый от отчего дома своего, и было всех исчислих сынов Израиля, по отчинам их, от 20 лет и старше, всех поступающих в войск, в Израиле, было всех исчислих, 63 550. А левиты, по отчинам и коленам своего, не были исчислены среди их. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так. Только колено леви не считай, и исчисления им не производи среди сынов Израиля. Поручи левитам наблюдение за шатером Откровения и всеми преднадлежностями его, за всем, что при нем. Они будут носить шатер Откровения и все преднадлежности его, и служить при нем. А вокруг шатра Откровения стоят станы. И при подъеме шатера Откровения в путь, пусть складывают его левиты. А когда остановится шатер Откровения, пусть ставят его левиты посторонней же, который приблизится, прерван будет к смерти. И расположатся на Израиле, каждый встанет своим, и каждый при знамени своем, по ополчениям своим. Левиты же будут стоять станы вокруг шатра Откровения, чтобы не было гнева на общество снова в Израиле, и будут нести левиты стражу у шатра Откровения. И сделали сыны Израиля все, как Бог поверил в Маше, так они и сделали. Если кто-то хочет рассказать, спросите, пожалуйста, не стихи. И говорил Бог, обращаясь к Маше Эарону так. Каждый при знамени своем, со знаком очек домов их, пусть стоятся на Израиле станом, на расстоянии вокруг шатра Откровения, пусть стоят они станом. Интересно, что мудрецы комментируют этот стих по-разному. То есть, они считают, что на знамени будут знаки, знаки, которые идут у нас в главе Вайхи, когда Якоб оставляет 12 колен Израиля и называет Ревена вода, и Лев называет Ихуду, и Нафтери Лань, и Волков называет Бенямина, и Сахара Осел, в общем, Йосиф Абык. В общем, вот такие знаки должны были стоять на знаменах. Так считают? Реве считают, они были просто цветом камня, нагрудника первосвященника. Камни были разные нагрудники, каждый камень соответствовал одному колену. И вот, какой цвет камня этого колена, такого цвета было и знамя. А стоящие станом впереди, к востоку, знамя стана Ягуды, по оболчению их. Восток – это место, где солнце всходит. Стан квадратный. 12 тысяч локтейн, 12 тысяч локтейн. Это около 6 на 6 километров. Обычного Ягуды нашел сына Минадава. А воинство Ищистых – 74 тысячи 600. Настоящие возле него станом колена Исахара, обочного Исахара, Нитель Сенцуара, воинство Ищистых – 54 тысячи 400. Колена Звууна, обочного Звууна, Эляпсен Хейлона. И воинство Ищистых – 57 тысячи 400. Всего Ищистых в стане Ягуды. 186 тысячи 400. По оболчениям их им впереди идти. Знамя стана Риувена к югу, по оболчениям них. Обочного Риувена, Эляпсен Ждеура. Воинство Ищистых – 46 тысяч 500. После него подстоит станом колена Шимона, обочного сына Шимона, Сувельцин Сушедая. Обочного Ищистых – 59 тысяч 300. И колена Гада, обочного Гада, Элясавсен Риуэля. Видите, был Элясавсен Деуэля, мы с вами читали. Сейчас же почему-то Дарит поменялся на Рейш. То есть четверка поменялась на 200. И воинство Ищистых – 45 тысяч 650. Всего Ищистых в стане Риувена – 151 тысяча 450. По оболчениям их им вторыми идти. И двинет затем шатер Откровения, стан Левитов посреди станов. Как они стоят, так и идти им каждому на своем месте по знаменам своим. То есть получается впечатление здесь, что прошли два стана – Ягуды и Риувена. Каждый стан стоит с трех колен, а потом двинется шатер. Но более детальный разбор будет Лавена-Со. Там двинется впереди Ковчег. Он будет идти вперед на третье пути в пустыню. Он будет убивать врагов. Он будет расчищать дорогу. Скорпионов, зверев будут убивать. А потом идут станы Ягуды, а потом выдвигаются Левиты, несущие шатер. А потом будет идти станы Ягуды, а после этого будет идти храм. Основной, это остальной храм. Святые предметы Левиты Ки-Гата будет нести. Так. Атака нулевая. Воинство и исчислик – 35400. Всего и исчислик колени Ефраива – 108100. По оболчению Ихин третьими идти. Знамя стан на Дана к северу, по оболчению Их. А воинство и исчислик – 62700. А возле него стоят станом колена Ашера. Воинство и исчислик – 41500. И колена вторая. Воинство и исчислик – 53400. Всего и исчислик – 157600. Последними идти им по знаменам своим. Вот исчислик сны Израиля, по очередям их. Всего и исчислик в станах по оболчению их – 600-3550. Левиты же не были исчислик среди сынов в Израиле, как Бог повелел Маше. И сделали сыны Израиля все, как Бог повелел Маше. Как стояли они станом, по знаменам своим, так и ходили каждый в семействе своем, при отчем доме своем. Если есть какие-то вопросы, задавайте или говорите что-то. Пожалуйста. А вот родословие Агарона и Маше, когда говорил Бог с Маше на горе Синай. И вот имена сыновей Агарона – первенец Надавия, Вигу, Элизара и Тамара. Это имена сыновей Агарона – коинов, помазанных, которых он уполномочен служить, но умерли на дальней веку перед Богом, когда воскурили не огонь чуждый, перед Богом в пустыне Синай, а детей не было у них. И служили Азара и Тамара при Агароне все своем. Наши мудрецы говорят, если бы у них были дети, Всевышний бы пожалел. Но они надеялись, что достойные невесты будут у их братьев, у Азара и Тамара, когда они родят детей, и вот на их дочерях мы их жанимся. Ну, это Всевышний бы не нравилось. «И говорил Бог, обращаясь к Маше так, приведи колено Левии, приставива к Агарону Коину, дабы помогали они ему, и пусть Иисута не стража за него, и стража за все общество перед шатром Откровения, исполняя службу при Шатре, и пусть наблюдает за принадлежностью Шатра Откровения, и за обязанностями сынов Израиля, исполняя службу при Шатре, отдай же Левитова Агарону и сыновьям его, полностью отданные они ему и сынов Израиля. Агарону же и сыновьям его поручи, чтобы наблюдали не заслужба их, посторонний же, который приблизится, при этом будет смертью». «И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Вот я взял Левитов из среды сынов Израиля вместо всех первенцев, открывающих утробу, и сынов Израиля, чтобы моими были Левиты. Ибо всякий первенец мой, когда умертвило всякого первенца в стране египетской, осветило себе всякого первенца в Израиле, а чьего-то скота, мои они, и я Бог». То есть после того, что мы сотворили из Тельца, и Всевышний, когда посвятился колено Леви, вот теперь они занимаются священной работой. До этого первенцы были священными, они выполняли сжатоприношение, занимались этой службой, но теперь Всевышний назначил уже Левитов. «И говорил Бог, обращаясь к Маше в пустыне Синайта, «Ищи си снов Леви по отчимам их, по семействам их, всех мужчин этого места и старше исчисли их, и исчисли их Маше по слову Бога, как было ему велено. И вот сыны Леви по именам их, Гершон и Кегат-Мри, вот имена сынов Гершона по семействам их, Левни и Шемид, а сыны Кегата по семействам их, Амрам, Ицгар, Кемрон и Узель, а сыны Мрари по семействам их, Махли и Муши. Это семейство Леви по очередным их. У Гершона семейство Левни и семейство Шемид. Это семейство Гершона. Ищи слих у них, считая всех мужчин одного места и старше 7500. Семейство Гершона позади шатра откровения станом стоят к западу. А мощь отчего дома Гершона или сам сын Лаэля. На хранение же уснов Гершона при шатре откровения сам шатер и покрытие его и полов при входе в шеюру откровения и завесы и для ограды двора. А полок при входе во двор и полок при входе во двор, который вокруг шатра откровения и жертвника и веревки и для всего устройства его. То есть Калена Гершона носят все эти ткани. Ну, кроме завесы отделяющие святилища из святых, а так два полога при входе во двор и четыре потолка. По мнению Раши там четыре потолка было. Весь забор у нас идет из ткани. и все, что касается веревок, все, что касается ткани. Это не нос. А семейство кегата семейство Абрама, семейство Исгара, семейство Хеврона, семейство Узиэля. Это семейство кегата. Читая всех мужчин, одного месяца и старше, 8600, наблюдающих за святилищем, казалось, они носят немного предметов, самые священные предметы, но их много, 8600 больше, чем и у Гершона, и у Мраи. Семейство кегата стоят станом сбоку от шатра Отковения к югу, а на юге у нас то стоит рядом с ними Реувен, Шимон и Гатт. Вот стан, южный стан. А вось отчего дома семейских гата Эльцафанцин Узиэля. Тот Эльцафанцин Узиэля, который вместе с своим братьям Михаэлем вынесли сгоревших братьев на Дава Бегус на Виа Гарон в первый день службы шатра, когда воскурили огонь чуждый, который свыше не верил. А на хранение же у них ковчег и стол и минора жертвники и священные суды, которые сражают служение и полог со всем устройством его. А вось над вождями Левитова или Зарсена Гарона Коина для надзора за исполнителями охраны святилища. Только неизвестно, кто носил умывание, который меж утром откровения и жертвы как бедный умывание. Впечатление, конечно, что должен носить его представитель колена или самого сына Узиэля. Сыновья Киган. Но не пишется почему-то. Где написано все сосуды, может имеется ввиду умывание. Умрали семейство Махли и семейство Муши. Это семейство Морли. Из числих у них, считая, всех мужчин месяцев старше 6200. То есть у них самая тяжелая работа носить колонны и балки вот эти подножия засовывают. Самые тяжелые предметы храма. Их меньше всех. Но я на собую все справедливое расставлю. Когда пересчитаем левитов от 30 до 50 до 50. увидим, что более похожи. На справедливость. Нам трудно сказать. Очевидно будет, количество сынов Морли увеличится 30 до 50. из числа у них считаю всех мужчин одно месяц и старше 6200. А в очередной дома семей Суэль сына Михаиля. Сбоку от шатра откровения стоят они станом к северу. Север это колено да. Там стоит на севере дан на шер и на вторе. Обязанность надзора основного рыбалки шатра откровения и засовывают его столбы и подножия его все предотвижности его со всем устройства его столбы двора и подножиями колями веревками даже станом впереди шатра откровения к востоку перестра откровения Моше Агарон сновьями его охраняя святилище для предостережения Словы Израиля. Посторонний же который приблизится предан будет смерти всего из числих ревитов которых из числи Моше Агарон по велению Бога по семейству всех мужчин два месяца и старше двадцать лет тысячи А если мы сложим семь пятьсот восемь шестьсот и шесть двести у нас будет двадцать две тысячи триста И наши мудрецы говорят что написать двадцать две тысячи потому что нам нужно поменять каждого левита на первенцы А у левитов то у самих тоже были первенцы так вот эти вот триста они были первенцы на них уже выменять никого нельзя потому что они уже сами первенцы вот так поэтому говорится только о тех людях которых поменяли на первенцев израиля и сказал Бог обращаясь к Моше ищи всех первенцев мужского пола из Сынов Израиля одно месяц и старше пересчитай их по именам и возьми левитов для меня ибо я вместо всех первенцев ибо я Бог вместо всех первенцев Сынов то Левита вместо всех перворожденных и скота Сынов Израиля и исчислил в Моше как повелел ему Бог всех первенцев с Нов Израиля и был а всех первенцев мужского пола читая по именам от одного месяца и старше всех исчислил 22 273 и говорил Бог обращаясь к Моше так возьми левитов вместо всех первенцев Сынов израиля Оскот левитов вместо их скота и будут левит 273 лишних против числа ревитов из первенцами сынов израиля то возьми возьмешь по пяти шекер из головы золы шагами священными возьми 20 монет гера в каждом шеке и отдай это серебро огороду и сновьям его выкуп за лишних из них и взял наше серебро выкупа за лишних против знамененных левитами от первенцев и сынов израиля взял он серебро это 1365 шекерами священными и отдал маше это серебро выкупа агрону и сновьями его по слову бога как бог поврел машин и говорил бог обращаясь машина рону так и счесть и сыновки гата и среди сынов левит по семейству и почва их от 30 лет и старше до 50 лет всякого годного для служения для исполнения работы что и откровения во служение основки гата в шатре откровения святая святых войдут огороды сновья его когда стан готовится выступить путь и снимут завесу полога и покроет ею ковчег и положат на него покрытие шкур тахашей и накинуть покрываем все из голубой шерсти сверху и направят шесты его нам трудно сказать почему написано брать шесты его потому что написано кольцах ковчега должны быть шесты нельзя вынимать их оттуда возможно это были декоративные шесты в общем трудно сказать почему так написано или может было просто движение поправить шесты вот так то так но ответа на этот вопрос такого я не встречал точно объяснительно а на стол возложения возложит покрывало из головой шерсти и поставили блюдо и ложки и кружки и чаши для возлеяния и хлеб постоянный будет на нем и накинуть на них покрывало щерлинице а его покроет покрытиями шкур тахашей и правит шесты его то есть порядок другой то есть тут получается шкуры тахашей будут сверху да а вот допустим с ковчегом получается из голубой шерсти да завесой накроет ковчег потом положит шкуры тахашей и потом покрывало злой шерсти а на стол покрывал злой шерсти поставили блюдо ложки и кружки и чаши возлеяния и хлеб постоянный пусть будет на нем накинуть на них покрывало и червиницы так потом червиница красная покрывала а его покроет покрытиями скур тахашей и правит шесты его то есть это стол сливами предложения сверху будет шкуры тахашей вот так они голубая шерсть в случае с ковчегом и возьмут покрывало злой шерсти и покроет минору и светильник и и и щипцы и и сурки и и все ее сосуды для масла который разрешает в ней служение и положат ее со всеми судами и покрытие шкур тахашей и навесят на 6 тут вы сверху скуры тахашей а золотой жертвик таки ну покрывало злой шерсти и покроет его покрытие шкур тахашей и правительство его шкуры тахашей и возьмут все служебные предотвижности которыми совершая служение сати лище и положат на покрывало из злой шерсти и покроют их покрытием и шкур тахашей и навесят на 6 тоже шкур тахашей сверху и очистят жерник от пепла и накинут на него покрывало из багря ниц и и положат его все предотвижности которыми совершает на него служение сорки вилки и лопатки чаши все предотвижности жерника и накинут на него покрытие и шкур тахашей и в праве шесты его а когда горон и слове его закончат покрывать святилище и все священные сосуды когда стан готовится выступать в путь то затем войдут сыны кигата чтобы нести но нельзя им драгиваться до святилище а то умрут вот что носить сынам кигата и шатра откровения под надзором элязара под надзором же элязара сына горона коэна масса для миноры смесь благовоний для воскурения и дар постоянно и масса для помазания наблюдение за всем шатром откровения и за всем что в нем из за святилищем и за принадлежностью его и говорил бог обращаясь к вашей агарону там не доведите до гибели колено семейских гата и среды левитов вот что сделайте им чтобы жили они не умерли подходя к святая святых арон основе его пусть ходят расставляет их каждого работы его и уноша его нельзя входить ими смотреть как покрывает святилище а то умру то есть войны обладает особой святостью они заходят шатер и тоже не глядя на копчег снимает завесу и закрывает копчег и потом покрывает его полностью и только тогда расставляет левитом каждого у его шеста место где он будет выносить вот поэтому говорится нет чтобы не довели до гибели если малейшее движение так кроме человек может поиграть может оберечь на этом глава бэмид бар заканчивает кто хочет что-то рассказать сказать спросить не стесняйтесь пожалуйста читаем любите делать добро ежедневные уроки умение давать уроки раввиша шехтера перевел на русской загитаре спина день 23 23 тишли 23 ниссана ават хэссад раздел 2 глава 7 ложная уверенность если недавно я мог что-то сделать для других но не сделал сегодня постараюсь это исправить один из литическим вопросом который беспокоит человечество тысячу лет почему у нехороших людей столько денег почему они удовольствуют жизнью талмуд мураша подрывает иллюзию о том что человек может процветать не делая хэссад если человек идет богатому домовладельцу просит его помочь и тот помогает он делает то что обязан а если не помогает ашем который делает людей и богатыми и бедными может перевернуть его положение это основано на фразе из мишли богатый и бедный встречаются ашем создатель обоих в талмуде говорится о бедняке который в отчаянии может вытверить свои насущные потребности и о богатом который устроен и доволен они встречаются это что происходит между ними определяет их будущее если богатый заботится о бедном от души старается помочь ему во всех нужных он поднимается оправдывает доверие творца поэтому творец оставляет ему богатство если повернется спиной к бедняку обнаружит что в какой-то момент роли поменялись это не обязательно происходит сразу иногда проходят десятки лет благополучной жизни но в конце благополучие улетит как дым афицкой им рассказывает историю который сам был свидетелем женщина с детьми овдовела и не смогла платить за съем жилья хозяин стал ее выгонять а община просила не давить на нее чтобы организовать ей помощь хозяин не хотел ждать но не нашел никого кто бы ее выдал он считал что ситуацию надо решать решить немедленно поэтому нанял кран и тот снял крышу дома он думал будет дождь снег и они сами скоро уедут семье пришлось уйти на улицу и он стал богатеть а он побогатеть его состояние удвоилось утроилась но в кавицкой им предупредил у придет время и он заплатит за все через 30 лет началась эпидемия хозяин заболел но ни один врач не пришел к нему боясь заражения он умер один на улице тело было заразным все боялись ему приблизиться и она лежала на улице много дней никто не хотел рисковать ради уважения к нему его поливали дожди заносил снег наконец его престарелый отец приехал чтобы схоронить опозоренные останки в могиле чем которого есть средства и возможность кому-то помочь может считает что ему предоставилась ли возможность но как показывает история есть только один выбор для того кто хочет сохранить благословение которым обладает посмотреть на человека который пришел к его двери или стоит на улице и подумать чем я могу ему помочь и потом это сделать на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха парнасакова намазал то что мы это час учили тору них решили всем все самое на лучшее шаббат шалом шаббат саву до встречи в четверг следующий блин и дар час дня всем всем со самого на лучшее спасибо большое шаббат шалом Субтитры подогнал «Симон»